Добрый вечер! Если не заметили, год подходит к концу. В первом время подводите его итоги. И запомните, кто первым об этом вам сказал. Ну вот, итогами мы и займемся в нашем обычном режиме. Два раза в неделю, в аккурат до самых новогодних каникул. Начнем с политики, причем сегодня, так сказать, с верхушки айсберга. Дел о выборных. Оно, конечно, выборов в Госдуму или АКЗС не было. Но вообще-то выбирали много кого. Например, местных депутатов в крупнейших городах края. Главным политическим событием года можно считать выборы в Барнаульскую городскую думу. На них убедительную победу одержала Единая Россия, которая получила 32 из 40 депутатских мест. Причем оппозиционерам не удалось выиграть ни в одном одномандатном округе. Чуть лучше оппозиция выступила в других городах, где проводились выборы. Я бы сказал, что оппозиция проиграла с неприличным счетом, особенно в Барнауле. И это, на мой взгляд, плохо. Новые люди, новые идеи крайне нужны. Я вот уверен, именно их отсутствие не позволило показать нормальный результат на выборах оппозиционерам. Все прочее мало существенно. Так что имеем теперь единую Россию во всех видах и проявлениях сверху донизу. Поэтому совершенно закономерно, что без неожиданностей прошли выборы сити-менеджера краевой столицы. Депутаты гордум утвердили Игоря Савенцева абсолютным большинством. Равным образом и нового секретаря полицовета регионального отделения единороссов. Ну, то есть нового старого. На посту остался Борис Трофимов. Вот даже не знаю, стоит ли вообще в этом случае говорить о выборах. Вот случилось с главами администрации районов. Их в уходящем году поменялось два десятка. В основном обошлось назначениями. Кое-где впервые до этого еще сохранялась такая выборная процедура. Ну, а теперь самый крутой карьерный взлет года. Главой молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации неожиданно для многих избрана молодая барнаульская единоросска Наталья Кувшинова. Наблюдатели говорят о неплохих карьерных перспективах начинающего политика федерального уровня. Ну, а реплика сегодня звучит так. Вот с какой стороны ни посмотри. Уходящий год был в крае годом политической стабильности. И все бы ничего. Но ведь в нашей стране грань между стабильностью и застоем весьма-весьма тонка. Продолжение следует...